Вирусный энцефалит, болезнь лайма, боррелиоз. Укус клеща может спровоцировать эти и другие инфекции. С наступлением тепла количество опасных насекомых значительно возрастает. Всего в мире насчитывается более 40 тысяч видов клещей. Из них возбудителями опасных заболеваний могут быть два – таежный и лесной европейский. Разобраться, к какому виду относится насекомое и является ли оно переносчиком вируса, могут только специалисты после проведения лабораторных исследований. В этом году обращений по поводу укусов стало меньше. В медицинских организациях за апрель-май 2020 года зарегистрировано 130 обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 63 случая среди детей. За тот же период 2019 года 163 обращения было. В лаборатории ФБУС Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике Чувашии исследовано 106 клещей, снятых с людей. В Чувашской республике не регистрируются местные случаи клещевого вирусного энцефалита, но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. В 2020 году зарегистрирован один такой случай, а в 2019 году всего было зарегистрировано 18 случаев. Вопреки распространенному мнению, клещи не прыгают на своих жертв с деревьев, а поджидают в траве. Наибольшая вероятность повстречаться с насекомыми присутствует во время прогулки по лесу. Если вдруг случайно обнаружили на теле клещ, надо обратиться в травмпункт или в ближайшую поликлинику. Если это в ближайшее время невозможно, то попытаться нужно дома самостоятельно, пинцетом попробовать вытащить, скрутить против часовой стрелочки и скрутить этот клещ. И это место обработать йодом. При посещении лесов необходимо максимально закрывать тело одеждой, рубашку заправлять в брюки, а брюки в ботинки, использовать капюшоны для защиты шеи и головы, волосы убирать под шапку или косынку. В столице в целях профилактики пляжа, скверы, парки и другие общественные места будут опрысканы специальными аэрозолями против клещей и комаров. Работы планируется проводить ночью. Будет обработана площадь 1,8 млн квадратных метров. Обработка еще пока не началась из-за погодных условий, потому что требуется стабильная, устойчивая сухая погода не менее трех дней. Как только такая погода будет, значит, будут обработаны все эти территории. Татьяна Раевская, Валерия Друженец, Павел Иритков. Продолжение следует...